Библейский портал экзегет.ру представляет Наконец, Израиль, он же Иаков, переселяется вместе со всеми своими сыновьями в Египте, где его ждет с объятиями Иосиф, его брат, его сын, которого братья продали и которого он уже не надеялся увидеть живым. Израиль собрал все свое добро и отправился в путь. Придя в Беаршеву, он принес жертву Богу своего отца Исаака. Беаршеву одно из мест, где почитался единый Бог. И Бог позвал его в ночном видении, как бы напоследок, да, вот действуют уже исключительно другие люди, но Бог не теряет вот этого своего какого-то особого контакта, можно сказать, особой связи с Израилем и Аковом. И Бог позвал его в ночном видении. Иаков, Иаков, да, ответил Израиль, Бог сказал, я Бог, Бог отца твоего, не бойся, иди в Египет, там я произведу от тебя великий народ. Я сам пойду с вами в Египет, я и сам и выведу вас оттуда. Это уже мостик к истории исхода, который еще далеко. Иосиф своей рукой закроет себе глаза, Иаков оставил Беаршеву. То есть умрешь на руках своего любимого сына. На повозках, которым дал фараон, сыны Израиля увезли Иакова, детей и женщин. Они гнали перед собой свои стада и увезли добро, что нажили в Ханаане. Так Иаков вместе со своим потомством переселился в Египет. Сыновей, внуков, дочерей, внучек весь свой род он привел в Египет. В хэппи-энд еще не совсем. Почему не совсем, узнаем. Но промежуточная концовка здесь есть. Это перечень тех, кто переселился в Египет. Это уже израильский народ. Следующая книга начнется с того, как они уходят из Египта. Но пока они туда переселяются, пока это им во благо. Вот имена сынов Израилевых, переселившихся в Египет. Яков и его сыновья. Первенец Иакова Рувим. Сыновья Рувима. Енох, Палух и Црона Карми. Сыновья Симеона. Емуэл, Ямин, Охад, Яхин, Цохар и Саул. Сын Хананенки. Тут вот и Хананенка взялась откуда-то. Сыновья Левия. Гершонки Хат и Мерари. Сыновья Иуда. Эр и Онан умерли еще в Ханаане. Но об этом отдельная целая глава была. А у Параца родились сыновья Хицрон и Хамул. Сыновья из Сахара. Тула, Пува, Иов и Шимрон. Сыновья Завулона. Сэрод, Элон и Яхлаэл. Это сыновья Якова от Лии, родившиеся в Подданной Раме, как и его дочь Дина. Всего сыновьями и дочерьми 33 человека. Сыновья Гада. Цифион, Хаги, Шуни, Эсбон, Эри, Ароди, Арели. Сыновья Асира. Имна, Ишва, Ишви, Иберя. Их сестра Сэрах. Сыновья Аберии. Хевр и Малкиэл. Это потомки Якова от Зелфа, который Лаван дал служанке своей дочери Лии. 16 человек. Ну, то есть, по-прежнему они считаются по своим матерям. По двум женам и двум наложницам Якова. Сыновья Якова от Рахили. Иосиф и Вениамин. В Египте Асна, дочь гелиопольского жреца Потипера, мы уже это читали, да, родила Иосифу сыновья Моносию Ефрема. Сыновья Вениамина. Бела, Бехи, Рашбел, Гера, Наомана, Хи, Рош, Мупим, Хупим и Арт. Это потомки Якова от Рахили. 14 человек. Сыновья Дана, Хушим. Сыновья Нафалима, Ецел, Гуни и Ецер и Шелем. Это потомки Якова от Валлы, который Лаван дал служанке своей дочери Рахили. 7 человек. Общее число пришедших в Египет с Иаковым, его прямые потомки, не считая с ног, ну, то есть, жен его детей, 66 человек. У Иосифа в Египте еще до этого родились двое. Всего рота Иакова, переселившейся в Египет, состояло 70 человек. Небольшой, но уже народ, да? И вот его родовая структура здесь уже определена, вот эти все имена. Для нас это просто такие странные сочетания звуков. Для древних израильтян это название родов, которые потом в израильском народе будут. А Иуда Миштем и Аков послал вперед к Иосифу, чтобы Иосиф встречал их в Гошине. Иуда же у нас взял на себя главную ответственность, и, собственно, он стал таким посредником между двумя. Они пришли в Гошин. Иосиф велел запрячь свою колесницу и поехал в Гошин, навстречу своему отцу Израилю. Он предстал пред отцом, обнял его, долго плакал в его объятиях и промолвил Израиль. «Теперь, когда я увидел тебя живым, мне можно и умереть». Иосиф сказал своим братьям и всему своему роду. «Я иду сказать фараону, что ко мне из Ханаана пришли братья и весь мой род, что они пастухи, пасут овец, что привели с собой скот мелкий и крупный, привезли свое добро. А вы, когда фараон спросите, с чем вы занимаетесь, отвечаете так. «Мы рабы твои, пастухи, с детства, как и отцы наши. Тогда вас оставят в земле Гошин, потому что все, кто пасет овец, египтяне считают оскверненными». То есть тоже некоторые, может быть, даже не назовешь хитростью, но все надо продумать. Там фараон обещал все самое лучшее дам, все прям будет замечательно, а как-то на практике произойдет. Вот надо застолбить за собой землю Гошин, потому что египтяне, наверное, вас иначе поселят в какую-то другую местность. А так вот земля Гошин где-то на периферии, земля Гошин, она где-то вот ближе к границе Египта, потом пригодится на случай исхода. И вот поэтому они там их оставят, если они назовут себя пастухами овец. Впрочем, это правда, в этом нет ничего неверного. И очевидные египтяне, которые занимаются земледелием, связанным с разливами Нилы, вот они так косо смотрят на этих дикарей-пастухов из пустыни. Вот смотрите, одно дело декларации фараона, все будет хорошо, все будет замечательно, другое дело практика. В 47 главе, кстати, эта практика будет уже явлена в действии. Продолжение следует...